В турнире за 5 место Спарта НК пока не знает поражений. В четырех предыдущих матчах видновский коллектив одержал уверенные победы. На домашний паркет команды Сергея Данилина пожаловала московская «Динамо», которая располагается в турнирной таблице на последнем месте. После первого периода, казалось, игра сделана. Спарта НК совершила мощный рывок, набросав в кольцо гостей 35 очков при 15 у соперника. Однако вторая десятиминутка завершилась в пользу вторичного «Динамо», а значит, оставшаяся половина матча могла сложиться по любому сценарию. Я считаю, что надо немного прибавить в защите, потому что мы могли бы сделать задел еще больше. Самое важное – это ни в коем случае не расслабляться, не сбавлять оборотов, потому что «Динамо» Москва – очень хороший сбалансированный коллектив. Болельщики «Спарта НК» были, если не в восторге, то точно остались довольны атакующим стилем игры подопечных Сергея Данилина. Опытный фанат красно-белых Александр Горбунов посещает матчи видновской команды уже 12 лет. Несмотря на то, что «Спарта НК» давно сдала лидирующие позиции в европейском баскетболе, болельщик по-прежнему поддерживает любимую команду. «Я стараюсь каждый раз со своим товарищем, постоянно мы приходим, постоянно, и на молодежку, и если не получается когда-то, то в интернете смотрим». Семья Щербаковых переехала в «Видное» год назад, но они уже успели полюбить «Спарту НК». Глава семейства Андрей – ярый поклонник баскетбола, когда-то играл сам, а теперь хочет привить интерес к игре своему сыну. По его словам, в этом матче игроки видновского коллектива качественно взаимодействуют друг с другом. Команда играет, команда бежит, команда попадает. «Динамо» не попадает, хоть и бежит. Ну, я думаю, да, сегодня будет достаточно легкая победа, но все равно яркая и интересная. Сегодня много, на самом деле, народу очень собралось, то есть прям чувствуется праздник. В третьем периоде игра пошла у «Динамо». Разрыв перед заключительным отрезком матча составлял всего 8 очков в пользу хозяек площадки. Однако баскетболистки «Спарты НК» смогли сдержать соперника, норовившего отыграться. Итог матча – 91-76 в пользу красно-белых. И это пятая победа к ряду в турнире за пятое место. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Виднетова.